Итак, привет, друзья! Сегодня у нас катушка Feeder Concept Pilot 7, ну или Pilot 7, можно называть, в общем-то так, как совесть позволяет. И сразу скажу, если вы хотите приобрести эту катушку, уже задумались о ее приобретении, то в описании будет промокод на скидку от магазина Bonifish. Итак, поехали! По ее характеристикам. В первую очередь скажу, что это катушка в 4000 размере у меня и ее характеристики. Вес там 294 грамма, вес шпули основной, которая с перфорацией, вот эта вот зелененькая, 73 грамма и вес дополнительной шпули, которая без перфорации, которая меня очень порадовала тем, что сюда не будет попадать песок. Вот многие рыболовы, которые ловят на пляжах весной, в общем-то, знают, какая это проблема. Ну и плюс сюда не будет попадать прикормка. Ну или какой-то ее очень-очень совсем минимум будет попадать всякого мусора. В общем-то, считаю эту шпулю очень классной. Но весит она, потому как металл здесь не вырезан, почти 80 граммов, 79. Выметка за оборот в 4000 размере 74 сантиметра и диаметр шпули 48 миллиметров. Вот. И еще что хотелось бы заметить до того, как мы раскроем эту катушку и посмотрим, что внутри. Что хотелось бы сказать, что здесь достаточно длинное плечо ручки самой. То есть, вот когда я держу ее в руках, она создает впечатление такой прям, ну, вроде как, неплохой спиннинговой катушки. И уже прям хочется сказать, что, в принципе, наверное, ее можно было бы применять для тяжелого джига. Но вот эта вот ручка длинная, вот она вот прям чувствуется, что рассчитана на передачу усилия. Сделана она именно такой. Ее длина вот этого плеча 74 миллиметра. И, в общем-то, ну, как по мне, она длинновата. Но на фидер, я думаю, то, что нужно, потому как, во-первых, ее очень быстро не раскрутишь. Возможно, такое небольшое читерство, что незаметно. Как вот кажется, что она очень-очень легко будет выматывать. Ну, посмотрим. Ну, перед тем, как разбирать катушку, длина фрикциона, измерим ее. Вот сейчас она полностью в расслабленном состоянии находится, да. И измеряем. Один. Нормально так затянут. Два. Ну, вот он затянут практически полностью, но еще прокручивается пальцами. Прокручивается. Ну, в общем, два с половиной оборота, это длина фрикциона. Длина реального диапазона, которым будете пользоваться, в общем-то, будет еще меньше. Так что, в общем-то, ну, средний показатель. Там уж кто к чему привык, кто что любит. Ну, вот он такой. Думаю, что около двух оборотов. Еще немного до того, как разорвать катушку, скажу о ее лесоемкости и укладке. Вот на эту катушку у меня намотана леска 0.2. Мы видим, что укладочка, в общем-то, весьма и весьма неплохая. Вот сейчас я покручу. Конечно, блик вот этот нам мешает, но пока что у меня нет нормального профессионального света, который бы сюда светил. Поэтому есть, что есть. Это леска 0.2, 4MAX. Матчевая. И на шпульке написано, что у нас помещается 0.22, 180 метров. По факту на нее поместилось примерно метров 100.02 лески. Так что, учитывайте это. Если вам нужно прям больше, то имейте в виду. Но вообще, меня это на самом деле ни разу не пугает. В первую очередь, эта катушка речная. Предназначена для ловли в первую очередь на шнуры. В общем-то, ну, я думаю, что леску 0.25 я сюда тоже намотаю. Примерно метров 80. Я так рассчитываю, что ее сюда войдет. Мне этого обычно хватает с головой. Ну, повторяюсь, на 4000-нике и на фидере до 80 грамм. Для которого она и бралась. Вот. Если вы бросаете больше. Ну, обычно больше бросают на формах, а не на рыбалке. Поэтому имеем то, что имеем. Но имейте в виду, что вот здесь вот маркировочка, она завышена. То есть, 180 метров 0.22, даже если диаметр реальный этой лески больше, чем 0.2, 180 сюда никак не поместится. Поместится метров 100, ну, не больше. Люфты. Так, продольный люфт. Сейчас зажмем фрикцион. Ну, это люфт самой каретки. То есть, он совершенно небольшой, да? Он должен быть. Его не быть не может. Дальше. Люфт ротора. Ну, вот он совершенно минимальный. Это даже не люфт, а просто уже сам ротор гнется, когда я его шатаю. Скорее всего, это... Ну, в общем-то, не самый жесткий материал, с которого она изготовлена. В общем-то, это диктуевая цена. Ну вот, практически его нету. Дальше. Люфт ручки. Ну, точнее, это уже люфт, получается, главной пары. Вот. Он тоже совершенно минимальный. Его практически нету. А ручка в данной модели вкручивается, как мы помним. Ну, и пошатаем. То есть, вот здесь вот оно. Ну, посмотрим еще, какой размер здесь зубы на ведущей ведомой шестерне, когда откроем. Ну, в общем-то, опять люфта практически нету. Практически нету его. Так, дальше. Ход катушки послушаем. Ну, то есть, она не очень шумная, ходит довольно плавно. Вот. Ну, чувствуется, как по мне, то здесь, наверное, немножечко густоватая смазка. Может быть. Ну, может и нет. Посмотрим. Возможно, этому какие-то есть другие причины. Ну, она прям чувствуется, что прям очень тяговая. Флажок стопора обратного хода нижний. То есть, вот он крутится. Ну, и рукоять сама. Она вкручивается в главную пару. В вал ведущей шестерни. Смотрим. Ну, в общем-то, а-ля шамановская полураборная. То есть, мало того, что она вкручивается, она еще складывается. Для того, чтобы перевозить ее, естественно, ее не обязательно выкручивать полностью. Можно немножко подвыкрутить, вот так вот сложить, положить чехол и, в общем-то, перевозить. Что, в общем-то, считаю плюсом в комплекте. Кроме аж пули, в общем-то, и пакетов ничего не было. Кинематические схемы тоже нету. Поэтому пока что я не знаю, какие подшипники где здесь стоят. Но заявлено, что их 6 плюс 1. Ну, не вижу причины не доверять фидер-концепту. Как минимум, один из подшипников вставлен вот сюда. Не знаю, будет ли видно на камере. Наверное, туда свет не очень хорошо попадает. Ну, в общем, он там есть, его четко видно. Один из подшипников в кнопе, который имеет все-таки люфт. Вот, видно, да? Небольшой, но он его имеет. Слышим, да? Постукивание легкое. Кнопость такая плотная, как бы, либо очень плотная резина, либо такой себе мягкий пластик. Ну, в общем, что-то такое. Скорее всего, это какой-то полимер. Один подшипник видно здесь. Но он запрессован. То есть, посмотреть, что там дальше, мы не можем. И, естественно, достать, переобслужить или что-то там поменять, мы также не можем. То есть, вот такой небольшой минус. Но есть, что есть. Ну, нужно сказать, что кнопка крутится очень даже и очень. Вполне возможно, что второй подшипник установлен вот здесь. Ну, а возможно, здесь и стулка. Ну, об этом мы пока что не узнаем. Далее. Пакет фрикционов. Вытаскиваем вот эту вот фигурную скобку. Да. Шайбы. И еще шайбы. Итак, что у нас получается? А получается у нас шайбы промазаны какой-то там зеленой смазкой. Они фетровые. И, в общем-то, здесь три металлических и три фетровых шайбы. Ну, в общем-то, неплохой прокет фрикционов. Убираем это все дальше. А теперь посмотрим немножко на укладку лески. Именно вот сейчас на фоне белой бумажки. Будем смотреть, да? Наверное, даже сниму. Вот сейчас здесь намотан 017 шнур. Четверхожилка американская Spider-Ware Common Bright. Ну, и вот видим профиль укладки. Я бы сказал, что она прям хорошая. То есть, это реально 4 с плюсом, вот 5 с минусом. Я бы оценил где-то так. Это уровень катушек Рёби плюс. Ну, вот, около заубера я Экусима, Экси. Она вот точно мотает лучше, чем моя Экусима. То есть, вот так вот. Далее. На шпуле, на каждой шпуле есть по одной круглой фидерной клипсе, подпружиненной с другой стороны. Вот. Сейчас вот так вот. Отлично видно, да? То есть, вот эта проволочка, она, в общем-то, загнута с двух сторон. Что предполагает то, что данная клипса никогда у вас не вылетит во время заброса, во время лоури под клипсу. Так, в общем, так как из-за вот этих вот загибов этой проволочки у неё нет такой возможности. Бывает, что вот эта вот часть прямая в некоторых катушках нет никакого загиба. И она с временем леску к клипсу стучит, стучит, стучит. Она выползает, 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 вылетает. И клипса улетает у вас на рыбалке. А с этими катушками ничего не случится. А вторая чёрная шпуль абсолютно идентична. Ну, здесь мы видим саму трещоточку. Вот эту пружинку, которая трётся у звёздочки, которая сидит на штоке, и получается треск фрикционно. В общем-то, тоже достаточно красиво и надёжно всё сделано. Ну, а теперь посмотрим, что находится под шпулью. В общем-то, здесь сама звёздочка, об которую, как я уже сказал, ну, посредством трения, об которой, вот, опружинка шпуля, в общем-то, создаётся, соответственно, звук стравливания лески. Какая-то полимерная белая шайба. Ну, и снизу под ней ещё вот такая вот металлическая шайба. И всё. Итак, сняли мы ролик лесоукладывателя вместе с дужкой и смотрим, что же здесь. А здесь у нас изначально такая вот себе опорная шайба, на которую опирается вот это вот всё. Да? Сам весь узел. Под ней идёт такая вот прозрачная шайба-проставочка, которая препятствует трению металлических деталей от других металлических. То есть вот эту вот шайбу самого ролика лесоукладывателя и подшипника. Далее снимаем сам ролик, и что мы видим? А дальше мы видим, что здесь, вот она, вставлена такая фторопластовая или капролоновая, в общем, какая-то полимерная втулочка, которая имеет размер 5х8х2х5, которую можно либо заменить на подшипник, либо же она сейчас вращается на густой смазке, можно её как минимум перемазать менее вязкой смазкой, и, в общем-то, она будет вращаться легче. Но, не спешим расстраиваться, помимо вот этой вот втулочки, здесь имеется и подшипник, точно такого же размера, тоже 5х8х2х5, и он закрытый. Ну и с ним всё в порядке, вращается он прекрасно. К сожалению, не показал, но потом, возможно, вставлю. Кнопка вращается хорошо и на таком механизме, то есть на таком варианте реализации данного узла. Но, чтобы он вращался ещё легче, можно заменить вот эту втулку на аналогичный этому подшипник. И мы получим ролик лесоукладывателя, вращающийся сразу на двух подшипниках. Что, в общем-то, не может не радовать. Душка. Душка очень жёсткая. Не знаю, полая ли она, что там указано в описании, но вроде как не полая. А вот жёсткость её очень радует. На многих китайских катушках они делаются из такого очень мягкого алюминия, и чуть-чуть прижал где-то во время транспортировки, и она больше не выпрямляется в своё естественное положение, и потом такие... Ну, в общем, кривая такая душка получается. Здесь этого точно не будет. Механизм сброса душки. Вот он, да? Нужно сказать, что здесь реализовано всё классно. Душка стоит очень ровная, очень чётко. Вот. Нужно было, конечно, это показать. Ну, в общем, надеюсь, поверите мне на слово. Реализован весь возвратный механизм. Здесь, с одной стороны, со стороны ролика лесоукладывателя. То есть, вот здесь вот ротор облегчён. Здесь одни дырки, никаких пружин, никакого вот этого вот гусочка-толкателя здесь нет. Всё здесь. Откроем, посмотрим, что здесь. Так, и что мы здесь видим? А видим, мы здесь очень хороший механизм реализации. То есть, вот металлический гусак идёт, а металлическая пружинка, ну и какой-то там фторопластовый, скорее всего, вот этот вот набалдажничек-толкатель, который входит в зацепление с самим вот этим вот флажком. В общем, лезть сюда не нужно. Перемазывать, ничего доставать. Я думаю, смысла большого нет. Можно даже после покупки просто открутить вот эту вот щечку, посмотреть, всё ли там хорошо. Если там вдруг нет смазки, в чём я сомневаюсь, то чуть-чуть её положить. Этот узел совершенно нестребовательен к его качеству. В общем-то, какая-то любая густая смазка. Всё. Да, по поводу самой дужки лесукладывателя и вот этих вот шарниров, на которых она, в общем-то, ходит вверх-вниз. Они оба металлические. Что вот этот? Что вот этот, просто окрашенный в чёрный цвет. Дашпули, если что, кстати, тоже металлические, имейте в виду. Вдруг кому-то показалось, что чёрное, значит, может быть, пластик. Нет, они сделаны из металла. А здесь, в общем-то, всё промазано. И вот это сам корпус. То есть, он какой-то там пластиковый. То есть, вот здесь вот пластик. Трёртся об металл, но всё хорошо промазано. Каких-то металлических шайб, набоек, вот здесь вот, как проставок, ничего нет. Хорошо ли, плохо ли, ну, в общем-то, судите сами. На всех старых дайвах, ну, или, по крайней мере, на большинстве, в общем-то, было всё реализовано точно так же. И некоторые из них, особенно на которые на вот этих вот высокотелегичных материалах по типу заёна сидели, вот, со временем у них начинала душка клевать немножечко так вниз. Ну, это далеко не заён. Я думаю, что он далеко не такой крохкий, но вместе с тем не такой лёгкий. И, скорее всего, таких проблем вы не заметите, ну, просто такой момент есть. Вот, хотел о нём сказать. А теперь снимаем сам ролик, ротор, и смотрим, что под ним. Откручиваем стопорной вот этот вот болтик. Есть, выкрутили. Ну, и теперь снимаем гаечку, саму откручиваем. Так, левая резьба. Так, здесь мы имеем под гайкой, которую мы открутили, вот такую вот металлическую проставку шайбу фигурную, шестигранную, тоже по форме напоминающую гайку, для большей надёжности, для того, чтобы здесь вот не съедался ротор во время откручивания и закручиваний. И что мы имеем снизу? А снизу мы имеем такое вот утолщение шейки ротора для большей его надёжности. И вот такие вот зубчики имеем, корону по кругу. Честно говоря, пока что не понимаю, какое их предназначение, но вот они есть. По поводу его жёсткости. Ну, он действительно очень жёсткий, что, в общем-то, сказывается на качестве укладки. Так, и ещё, друзья, забыл сказать, что ручка, естественно, как и у всех современных катушек, здесь переставляется, точнее перекручивается и на левую сторону. То есть снимается вот эта вот заглушка, она выкручивается. И, кстати, можно сказать, что резьба заглушки, она вкручивается вот, в общем-то, по внешнему радиусу, вот так вот. Вот она находится, да. А не вкручивается в ту же резьбу, в которую вкручивается сама рукоятка. Вот. И здесь мы видим выдавленную смазку с другой стороны ручкой. И её здесь очень много. Не пожалели. Ну, вот она. Естественно, мы эту ручку можем сюда же и вкрутить. Вставили, да, и вкручиваем. И вот она вошла. И теперь у нас получается катушка справа сторонней ручкой. Ну и точно так же выкрутить её можно переставить обратно. Дальше. Так. И что мы здесь имеем? Вот это вот кольцо-втулку, которое опирается на корпус, в которой сидит подшипник, который промаркирован. И что здесь написано? 60687Z. Так. И здесь довольно-таки большой подшипник у нас. Позже померяю и напишу, в общем-то, какой его размер. Дальше на ведомой шестерне стоит, соответственно, сама обыконная муфта на 6 роликов. Естественно, с реализацией стопор обратного хода она, в общем-то, достаточно небольшая, компактная. И зеркало смазано такой густой смазкой. И здесь ещё один стоит подшипник, то есть, ведомая шестерня, вот эта вот жёлтая, у нас же ведомый вал, опирается сразу на два подшипника шариковых и на один роликовый на обгонную муфту. Что, в общем-то, должно положительно сказаться на качестве вращения укладки, ну, в общем, на лёгкости хода данной катушки, на вращении ротора. Как мы видим, здесь всё промазано дальше. Да, второй подшипник открытый, я тоже его попозже померяю. И, в общем-то, скорее всего, в описании уже отпишу, какие его размеры. Возможно, кому-то это будет интересно. Дальше шестерня имеет хвостовик. И сейчас откроем корпус и посмотрим, куда входит этот хвостовик. Есть ли там подшипник, так называемый шимановский кшип. Есть ли там какая-то втулка. Или же она просто входит в корпус и, в общем, дотрётся за него. И со временем будет немножечко подтирать его. Итак, снимаем крышку и смотрим, что у нас внутри корпуса. Немножко поддеваем. Вот, есть он, выскочил. Как уже видно, без разбора ещё. Сейчас мы, конечно же, соберём и всё посмотрим подетальнее. А здесь нет металлической направляющей. Металлической направляйкой здесь служит вот эта вот пластина. И другая часть корпуса снизу. А каретка кулисы просто ходит, трётся по корпусу. А странно, ходила очень так легко, плавно. Я думал, что здесь реализована металлическая направляйка, хотя бы вот здесь вот снизу. Ну, что имеем, то имеем. Подшипник, как мы видим на ведущей шестерне, он открытый. И здесь, ну здесь никакой маркировки нету. Он открытый. Размеры все, опять-таки повторюсь, потом будут в описании, позже появятся. Здесь очень интересный механизм реализации этой самой ведущей шестерни. Как я вижу, она не очень больших размеров. Вот, как мы видим, она, скорее всего, из какого-то алюминиевого сплава сделана. 471 надпись, что эта маркировка обозначает, я не знаю. Ну, в общем, она, скорее всего, сделана из какого-то алюминиевого сплава и напрессована на вот латунную ось, в которую, собственно говоря, и вкручивается сама ручка катушки. Так, ну сейчас ее померяем и посмотрим, какой же ее диаметр. Итак, друзья, померил я данную ведущую шестерню, и, в общем-то, ее диаметр получился у меня 32 мм. Ну, точнее, 31 с копейками, практически 32. А у меня не штангенциркуля, поэтому вычислял через длину круга, длину окружности. В общем-то, возможно, на каких-то пару сотых миллиметров ошибся. Является ли эта шестерня большой для данного типа размера? Нет. Ну, и она, в общем-то, не маленькая. Есть пятидысячные катушки от одного очень интересного производителя, у которой в пятидысячном размере эта шестерня является 28 мм. То есть, как бы, ну, понимаем, есть чем сравнивать. Чем больше эта шестерня, тем, в общем-то, больше запас прочности и мощности. Здесь она, скажем так, средняя. А по поводу, по поводу, по поводу нашей ведомой шестерни, его же ведомого вала, он входит здесь в корпус. Здесь никаких там проставок, подшипников, возможности его сюда поставить или хотя бы каких-то фторопластовых капроновых втулок нет. То есть, хвостовик ведомой шестерни входит в корпус. Да, это была вторая пружинка, о которой я хотел только что сказать. Вот эту штуку лучше не трогать, когда открыта. Либо аккуратненько ее вытаскивать отсюда. Ну, в общем-то, а потом уже проводить все остальные манипуляции с катушкой. В общем-то, на этом флажке есть две пружинки, которых выскакивают и которые по счастливому стечению обстоятельств выскочили у меня обе во время этого обзора. В общем, вот вам пример, как делать не надо. Ну вот, честно говоря, надеялся, что здесь будет хотя бы какая-то проставочка-птулочка. Ее здесь, к сожалению, нет. Имеет ли это какую-то там потенциальную опасность? Ну, наверное, нет. Я не знаю, сколько времени должно пройти, чтобы вот этот хвостовик ведомой шестерни начал что-то там протирать и что-то там начинало люфтить. Но имеем то, что имеем. Она будет тереться немножко о корпус, так как посадочное место хвостовика находится именно в корпусе. Но это все компенсируется аж целыми тремя подшипниками. Одним роликовым и двумя шариками, на котором сидит ведущая, ведомая шестерня. И посмотрим на саму паразитную шестерню и каретку кулисы. Стандартная S-образная каретка кулисы. Вместе с паразитной шестернью она смазана, как мы видим, отличной смазкой от той смазки, которая смазана главная пара. Это такая зелененькая полупрозрачная смазка, менее вязкая. Там, как здесь, в общем-то, более скользящее такое трение, более быстрое. И, в общем-то, она здесь нужна. И еще такой момент. Здесь тоже нет никакого подшипника. В общем-то, сама паразитка посажена на корпус. Итак, вот мы имеем такую вот достаточно массивную паразитную шестерню. Тоже из каких-то алюминиевых сплавов. Вот, с маркировками. Значения которых я не понимаю, поэтому, в общем-то, даже читать их не буду. Вот, и сидит она на вот таком вот посадочном месте, специальном в корпусе катушки. В общем-то, таким образом, паразитная шестерня реализована в очень многих китайских фидерных катушках. А пока что у меня есть один пятитысячник, у которого такая же шестерня, который отходил в сезон. И, в общем-то, ничего с ней не случилось, ничего здесь не вытяло. Ну, конечно же, лучше, если бы она сидела на подшипнике или хотя бы на какой-то втулке. И последний подшипник, он также открытый, но хорошо смазан с другой стороны. И, как мы видим, должен заметить, да, размеры подшипника, на котором сидит ось ведущей шестерни, с левой стороны и с правой, они, в общем-то, отличаются. То есть, вот один, а вот второй, да, видим. Ну, почему именно такой механизм реализации выбрали производители, я не знаю. Ну, в общем-то, пока не раскручиваешь катушку, этого никак не заметно. То есть, она имеет действительно очень такой хороший ход, да и чувствуется ее тяговость, несмотря на сравнительно небольшую шестерню. Ну, а сейчас соберем катушку и скажу пару слов, пару выводов о ней. Итак, друзья, собрал я данную катушенцию, что могу сказать по ней? Ну, начнем с негативов. Первое, это здесь кноп неразборной, все-таки в нем вот есть такой вот небольшой люфтик, я бы все-таки его предпочел убрать, подложил так вот регулировочную шайбочку. Вот такой возможности, к сожалению, нету, но вместе с тем он стоит на, как минимум, на одном подшипнике. А на подшипнике закрытого типа, вот он крутится сейчас на нем, как мы видим. Кноп очень такой удобный, ухватистый, ну и вместе с тем яркий. Что еще? В принципе, на паразитной шестерне могла бы стоять на подшипнике, это сделало бы ход катушки более легким, плавным, мягким. Ну, ее, к сожалению, нету, наверное, это удорожило бы, в общем-то, производству. Вот, по поводу люфтов, их здесь практически нету, вот единственное, что небольшой люфтик в кнопе, да, и вот есть такой совсем маленький люфтец в главной паре, но его выбирать не стоит, так как здесь достаточно высокие зубья, и, в общем-то, если прям совсем уж сильно подержать их друг к другу, то получится, что зубья ведущей ведомой шестерни будут съедать друг друга. Ну, а дальше только позитив. Хорошая укладка за свои деньги, даже очень хорошая за свои деньги. Две шпули, две металлических шпули алюминиевых, одна из которых без перфораций, что точно оценят рыбаки, которые ловят весной плотву на пляжах. Вот, наверняка все знают, что как только поднимается какой-то ветер, песок попадает через вот эти вот дырки, вот эту перфорацию в шпуле на штоп, потом он начинает хрустеть, а именно на рыбалке его не почистишь, в общем-то, это не есть приятно. Вот такая шпуль частично от этого защитит. Что еще? Далее мы имеем относительно небольшой вес, 300 грамм для 4000 модели, точнее, даже меньше 300 грамм для 4000 модели. Ну и вкручивающаяся рукоятка, которая очень выгодно выделяет эту катушку в данном ценовом сегменте среди своих конкурентов. Для тех, кто не знает, вкручивающаяся рукоятка, она предотвращает от возможности образования люфта вот здесь вот в месте соединения самой ручки и ведущей шестерни. Вот. Вот так вот. Ну, больше, в общем-то, философствовать не буду. То, что есть в этой катушке внутри, видели сами. Выводы для себя сделайте уже сами. Ну, если вдруг надумаете ее покупать, то, в общем-то, промокод на скидку в описании. Если понравилось данное видео, подписываемся на канал. Как только в Украине снова появятся 5000-ные, возможно, 6000-ные катушки уже зайдут в этом году. В общем-то, посмотрим на них, поразбираем, померяем главные пары и, в общем-то, другие механизмы. Ну, и, в общем-то, если осталось что-то упущенное, задавайте вопросы в комментариях, с радостью на них не отвечу. На этом все. Пока-пока.